Добрый день, дорогие слушатели! Сегодня мы продолжаем тему диагностики хеликобактерной инфекции при хроническом атрофическом гастрите. Информацию о том, что это за бактерия и для чего мы с ней боремся, вы найдете в предыдущих лекциях. Напомним, что именно при атрофии тела желудка возникают основные трудности диагностики из-за смены условий для жизнедеятельности бактерии. В прошлой лекции мы обсуждали уразные тесты и анализ кала на антиген хеликобактер в пилоре. А сегодня мы поговорим про гистологический метод. Он основан на визуальной оценке биоптатов – кусочков слизистой оболочки желудка. Врач-морфолог изучает их под микроскопом и ищет ту самую бактерию. Для различных целей используются разные методы окрасок биоптатов и наиболее частое является окраска гемотоксилином и иозином. Долгое время гистологический метод считался золотым стандартом, но на тот период времени считалось, что кроме хеликобактер пилори в желудке больше не может быть бактерий. Сегодня же признано, что для корректной оценки биоптатов, окрашенных гемотоксилином и иозином, требуется немалый опыт врача, чтобы отличить одну бактерию от другой. Кроме того, многие организмы хеликобактер пилори, трансформированные в кокоидные формы после терапии, обычно не обнаруживаются при окрашивании гемотоксилином и иозином. Второй популярный метод окраски по романовскому гимзе обладает более низкой чувствительностью по сравнению с гемотоксилином и иозином, но более высокой специфичностью и более низкой частотой ложноположительных результатов. Метод окраски дорогой, за счет чего используется лабораториями редко. Чтобы еще больше повысить чувствительность тестов, можно использовать иммунохимические методы, но опять же их главный недостаток – высокая стоимость и малая доступность в регионах страны. ПЦР в биоптате – это высокоточный метод молекулярно-генетической диагностики, который позволяет выявить инфекцию Helicobacter pylori с высокой чувствительностью и специфичностью. Точность метода сопоставима с посевом, то есть культуральным исследованием. ПЦР позволяет врачу идентифицировать Helicobacter pylori в небольших образцах, в которых присутствует мало бактерий, что очень актуально в рамках сегодняшней темы. Существенным недостатком ПЦР является то, что она может обнаруживать сегменты ДНК погибших бактерий в слизистой оболочке желудка пациентов после лечения. Следовательно, она может давать ложноположительные результаты после эрадикации. И самым простым недостатком метода является его инвазивность. Если пациент уже выполнил гастроскопию и такое исследование ему уже не выполнили, повторять ГДС в рамках клинической практике весьма проблематично. Сирологические тесты, то есть анализ крови на антитела, мы специально представили в отдельной лекции. Очень важно отличать именно антитела. В предыдущей лекции был антиген в калии, я напомню. Простым языком антитела – это не часть самой бактерии, а тот след, который она оставила в крови пациента. Сирологические тесты имеют разные показатели чувствительности от 55 до 100 и специфичности, до 97%. Отчасти это связано с большим количеством факторов, влияющих на их качество. Распространенность инфекции Helicobacter pylori, географические отличия штаммов и характеристики исследуемых групп населения. Точность зависит от того, какой тип антигена содержится в выбранном наборе. И если этот штамм широко распространен в регионе, в котором он используется, то точность будет высока. Результат теста не зависит от микробного числа. Сирологический тест следует рассмотреть у пациентов с недавним применением антибиотиков или ингибиторов протонной бомбы, кровоточащими язвами или атрофией тела желудка. Это те факторы, которые могут напрямую повлиять на качество у разных тестов или тестов на антиген в калии. Какие же причины могут быть ложноположительного теста? В применениях в качестве контроля эрадикации, то есть лечения Helicobacter pylori, антитела могут оставаться обнаруживаемыми в течение нескольких лет после эрадикации. Поэтому если мы видим положительный титр антител при отсутствующих подтверждающих тестах, есть возможность, что пациент уже переносил инфекцию Helicobacter pylori в прошлом и вылечил ее совершенно случайно при активной антибиотикотерапии по поводу другого заболевания. Кроме того, к сожалению, регистрируется в литературе и в клинической практике в случае с необъяснимым ложноположительным тестом на антитела с отрицательными проверочными тестами. Почему же тест может быть ложноотрицательным? Значит, тип антигена, содержащийся в выбранном наборе, не совпадает с наиболее распространенным штаммом в данном регионе. Либо проверочный тест был сам ложно-положительным. Таким образом, известные методы диагностики Helicobacter pylori можно разделить на неинвазивные и инвазивные. Неинвазивных всего три. Их мы уже успели подробно обсудить. К инвазивным, то есть к методам с необходимостью эндоскопического вмешательства, относят гистологическое исследование биоптата и быстрый разный тест, а также культуральный метод и ПЦР биоптата. Подводя итог к вышесказанному, какие же методики будут оптимальными у пациента с атрофическим гастритом? Все будет зависеть от клинической ситуации. Локализация атрофии. Встречается атрофический гастрит, при котором тело желудка либо повреждается лишь на начальных стадиях, либо не повреждается вовсе. Тогда золотой стандарт диагностики в виде дыхательного теста и антигена в стуле подойдет как никогда. Но если мы видим у пациента поражение тела желудка, одним или двумя методами нам обходиться уже не приходится. Особенно если речь идет о повторной диагностике после лечения Helicobacter pylori. Дорогие слушатели, в таких подробностях мы разобрали эти методы не только для того, чтобы вы имели возможность расширить свое понимание о диагностике Helicobacter pylori, но могли осознанно принимать участие в таком нелегком диагностическом пути. Возможно, такие факты, как, например, про положительные антитела к Helicobacter pylori, при полном ее отсутствии смогут развеять некоторые ваши тревоги. Друзья, не забывайте подписываться на наш канал и ставить лайки. Это мотивирует нас записывать новые лекции. До новых встреч!